Аквариум Аквариума является освещение, которое, кстати говоря, зачастую может стоить как сам аквариум, а то и того больше Начинающим аквариумистам я рекомендую это видео сохранить в своих социальных сетях В зоомагазинах и аквасалонах огромнейший выбор различных светильников и каждый из них под определенный аквариум От правильно подобранного света и режима освещения будет зависеть не только появление водорослей или хороший рост аквариумных растений Но и то, какое буйство красок он сможет передать Насколько естественно будет выглядеть аквариумное растение при освещении Многие и даже опытные аквариумисты не могут сказать однозначно, какой свет лучше Но при выборе света каждый опирается на свой опыт В этом видео я поделюсь с вами не только своими умозаключениями по этому вопросу Но и покажу других аквариумистов, которые расскажут, как они выбирают освещение Видео снимал в разных местах, в том числе и шумных Поэтому иногда придется прислушиваться или делать звук потише Желаю вам приятного просмотра Поехали! Я считаю, что сейчас переломный момент в освещении аквариумов Не так давно для освещения аквариума использовались обычные лампы накаливания Потом пошла мода на люминесцентные лампы Сегодня весь мир переходит на светодиодные Бытует мнение, что свет необходимо выбирать опираясь на ваты И некоторые аквариумисты даже передерживаются определенных норм при таком подборе Считая ваты на литр Например, от 0,8 до 1 ватта на литр используют для травников От 0,5 до 0,8 ватт на литр для аквариумов с достаточно большим количеством аквариумных растений От 0,4 до 0,5 ватт на литр, когда в аквариуме присутствуют растения От 0,2 до 0,4 ватт на литр для неприхотливых мхов и растений, которых в аквариуме практически нет И 0,1 до 0,3 ватт на литр для аквариумов без растений Однако мне лично такой подбор освещения абсолютно не нравится Мощность есть у всех электроприборов И этот показатель не дает понять, какая мощность освещения будет и какая будет светопередача Сейчас предлагаю послушать Виталия Шорохова, блогера с канала GreenArt Moscow Виталий, на что обратить внимание при выборе света для аквариума? Обратить внимание на то, какой аквариум? Ну, скажем так, три вида аквариума, да, есть без растений, есть с незначительным количеством растений И с большим количеством растений Как подойти вот в магазин, посмотреть на эту упаковку и понять, что вот этот цвет мне подходит? Ну, опять же, какой? Мы выбрали три для каждого из трех? Для каждого из трех, да На что обращать внимание? Ну, без растений там, в принципе, не критично Ты можешь исходить из своего минимального бюджета Обычно у аквариумистов у нас бюджет невысокий Поэтому ты просто смотришь, что визуально тебе на глаз больше подходит А проблемы с водорослями? Я считаю, что с рыбками там не особо-то там что-то принципиально рыбкам Проблемы с водорослями? Ну, наверное, могут быть Но ты же всегда это можешь регулировать количеством света Ты можешь его убавить, и водорослей все равно не будет Даже неправильного спектра Водорослей может не будет Даже под прожекторами Ты его просто... Ну, которые я имею в виду прожектора, там, из Леруа Ты будешь светить 4 часа в день, и водорослей не будет Даже под таким Если у тебя средний какой-то травник То... Вообще, я рекомендую все-таки производителей Которые уже специализируются на свете Сейчас есть... Насколько я слышал У той же самой Тетры неплохие Вот мы были на стенде у Акваэля У них есть неплохие Опять же, по отзывам людей Я сам не использовал Я использовал... Если говорить по моему опыту Я использовал Z-Light'ы китайские И они меня в плане света вполне устраивают Но я, опять же, ориентируюсь на травники густонаселенные Слушай, ну вот взял ты коробку в руки, да? На какой ты параметр смотришь? Ваты, люмины, спектр На что? Теперь я не смотрю ни на ваты Раньше я смотрел на люмины После того, как у меня появились аквамедики Я даже и на люмины перестал смотреть Потому что это все настолько индивидуально Ни вата, ни люмины не говорят тебе о том Какой у тебя будет цвет И как у тебя под ним будут расти растения Все-таки важен спектр Ориентироваться надо вообще по отзывам По отзывам тех людей, которым ты доверяешь На самом деле, согласен с тем, что Человеку, который только начинает заниматься аквариумистикой Если он придет в магазин Ему будет очень сложно выбрать цвет И самый идеальный вариант Это методом проб и ошибок Ну, если у тебя достаточно денег, то да Часто освещение аквариума подбирают по люминам Понятие люмин было установлено Международной системой измерений В люминах измеряют количество всего света Излучаемого источником То есть полное количество света Которое способен излучать источник во всех направлениях Почему на этот показатель обращают Пристальное внимание аквариумисты? Дело в том, что интенсивность фотосинтеза Аквариумных растений задает освещение И только после этого растения начинают питаться удобрениями и СО2 Конечно, в первую очередь это касается тех аквариумов В которых есть живые растения Опираясь на люмины, обычно подбирают освещение так 40 люминов на литр для аквариумов С преобладанием мхов, папоротников и тому подобное 50 люминов на литр Среднее значение для большинства аквариумов 60 люминов на литр для густо засаженных растениями аквариумов Лично я тоже на люмины обращаю внимание Но тут важно учитывать и другие параметры Например, люксы В них измеряется освещенность площади Люкс обозначает, сколько света попадает на квадратный метр поверхности Да и вообще, все источники света светят по-разному Люминесцентные лампы излучают свет во все стороны А светодиоды под углом в 120 градусов Давайте узнаем, как выбирает свет Павел Автор канала Скалярики Павел, а что ты обращаешь внимание при выборе освещения для аквариума? Ну, раньше, наверное, на люмины смотрел Сейчас не смотрю, сейчас смотрю только Чтобы аквариум по ширине совпадал с светильником Потому что люмины, как понял, это вообще бесполезно смотреть Но если человек приходит в магазин, на что ему обратить внимание? Просто, чтобы он совпадал по ширине и все? Совпадал по ширине и, опять же, рекомендации самопроизводителя Если это не какая-нибудь там самосборка или совсем китайский Китай То есть где-то написано 25 на 30, например, да? Ну да, или там рекомендации, допустим, по объему до 100 литров На ваты тоже не смотришь? На ваты вообще никогда не смотрю нигде А что скажешь о спектре? Спектр даже, мне кажется, важнее, чем те же самые люмины И обычно на коробочках диаграммка такая есть И на что именно там на спектре обращаешь внимание? Красный и синий Чтобы был красный и синий? Да, чтобы был пик красного и синий Стоит обращать внимание и на индекс цветопередачи Это важнейший параметр, влияющий на эстетику света То есть показывает, насколько при освещении данной лампой Сохраняется правильная цветопередача Обозначается как РА Измеряет, насколько точно источник света Передает истинный цвет объектов Идеальный источник света равен 100 Меньшие значения означают, что цвета смещены От их истинного оттенка и насыщенности За эталон 100 принят солнечный свет Но иногда эталоном служат лампы накаливания От 91 до 100 считается как очень хорошая цветопередача От 81 до 91 как хорошая передача От 51 до 80 средняя цветопередача С таинственным акваблогером Акваменом Мне удалось связаться по скайпу И вот на что он обращает внимание при выборе света Итак, как я советую выбирать освещение Ну, во-первых, нужно определиться с аквариумом То есть, будет ли там рыба Будут ли там растения Касательно аквариумов без растений Это намного сложнее, если честно И там освещение немножко по-другому выбирается То есть, там хотя бы, чтобы было видно рыбу Потому что, если слишком много света Будут проблемы с водорослями Потому что в растительном аквариуме Получается, что сами растения угнетают рост водорослей Дальше хорошо определилось Что у вас аквариум будет с растениями После чего необходимо подумать А какие растения там будут То есть, если у вас там будут анубиасы Им, соответственно, света много не нужно Им достаточно повесить там 2-3 светодиодных лампы Мощностью 12-15 ватт То есть, на 100 литров И все будет нормально Потому что, если света много Они обрастают водорослями Выглядят некрасиво и так далее, и тому подобное Дальше, если растения такие среднячковые Да, какие-то, допустим, неприхотливые почвопокровки Какие-то, к примеру, длинностебельки стандартные Да, типа там, людвиги некоторых Да, перистолистники Бакопы из почвопокровок Ну, лилые опсисы, марсилии В таком случае, свет Лично я бы советовал выбирать То есть, средний свет Это где-то 0,6, наверное 0,8 ватт на литр Именно в светодиодных ваттах Я считаю То есть, это усредненно Я вам в дальнейшем еще тоже расскажу, почему Соответственно, если аквариум С какими-то прихотливыми Супер, какими-то привередливыми растениями Типа, да, почвопокровки Химиантус Куба, Монте-Карло Типа каких-то эреукавлонов Танин То есть, то, что любит цвет Раталы любят цвет Соответственно, там Лично я советую где-то выбирать От 0,8 и, наверное, до 1,2 ватт на литр Именно светодиодных Соответственно, определились Какие растения, какого плана У вас будут в аквариуме Дальше Необходимо выбрать источник освещения Вот здесь в большинстве своем То есть, можно выделить две основные группы Это люминесцентные То есть, лампы обычные, стандартные Либо энергосберегайки, которые в патрон вкручиваются Либо же трубчатые Да, здесь есть Т5, Т8 Т5 более энергоэффективные То есть, они больше дают света При тех же энергозатратах, что и Т8 И светят они вроде как немножко дольше Но минус у энергосберегаек У люминесцентных ламп Какое? Они со временем выгорают Причем, они не выгорают так, что бац и потух Нет, такое тоже может быть, конечно же Но, как правило, постепенно Постепенно их эффективность снижается И получается, что вы меняете режим освещения в аквариуме Сами того не зная Поэтому их нужно обновлять Там раз в 6 месяцев советуют Раз в 8 месяцев, да Чтобы не было каких-то проблем с изменением освещения Поэтому я с люминесцентными лампами Когда-то, да, я именно на них все делал У меня трубчатых этих люминесцентных до сих пор полно Экономки я покупал в свое время Но там еще проблема в том Что к ним нужен электронный пускорегулирующий аппарат То есть, то, без чего лампа не запустится То есть, ЭПРа, либо просто ПРА есть с дросселем Которые, ну, ПРА, как правило, они жужжат Соответственно, при выборе освещения в сторону люминесцентных ламп У вас встает вопрос покупки еще и ЭПР То есть, нормальных, качественных ЭПР Которые могут работать во влажной, к примеру, среде Ну, если у вас где-то под крышкой это все будет располагаться Но, 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 у люминесцентных ламп у них есть фишка То есть, их, если в совокупности со светодиодными лампами использовать Можно добиться просто невероятных эффектов в освещении Серьезно, на самом деле, даже морская аквариумистика Там тоже это актуально То есть, там дополняют светодиодное освещение люминесцентным освещением Дальше Есть еще вторая группа основных источников освещения То есть, это перспективное освещение Я бы так сказал, это светодиоды Я сейчас все использую, стараюсь на светодиодном освещении Почему? Потому что это маленькие энергозатраты Это, в принципе, любой практический спектр, который вы захотите Вы можете у себя поставить Другой вопрос, что, как правило Если, к примеру, это профессиональные источники освещения Они стоят дорого Если вы хотите светодиодное освещение Но не хотите, к примеру, покупать профессиональные, мажористые какие-то светильники Вы можете собрать сами Либо вы можете пользоваться светодиодными лампами общего назначения Которые вкручиваются в патрон Там есть, как правило, три цветовых температуры Это 2700 кельвинов Ну, где-то так Это теплый, получается, цвет Либо нейтральный белый Это в районе 4000 кельвинов Либо 6500 кельвинов Это холодный Вот для растений То есть, по различной информации Наиболее оптимально 4000 кельвинов То есть, чтобы они у вас выглядели красивые Опрятные Мощные Кустистые Опять-таки Там множество всяких нюансов есть Соответственно, это если у вас стандартные какие-то габариты аквариума Небольшого аквариума Если у вас аквариум там супер высокий Ничем, кроме как галогеновыми лампами Вы не пробьете всю эту высоту аквариума Да, друзья, ни светодиодами Ни люминесцентными Можете даже не пробовать В основном для высоких Сверхвысоких каких-то емкостей Используют именно галогеновые прожектора Кто-то ксенон умудряется цеплять Но, соответственно, там тоже большое энергопотребление Но, вроде как, спектр галогеновых ламп Он наиболее приближен именно к солнечному спектру Вот, соответственно Выбираете То есть, у меня в среднем Опять-таки В среднем я ставлю где-то 0,8 светодиодных ватт Потому что даже то, что пишут на лампе Как правило, это все привирается И, как правило, привирается все в большую сторону Ну, к примеру, то есть Свет у вас Количество люмин написано одно А по факту получается, естественно, меньше Мощность написана одна А по факту получается по-другому Поэтому это все усредненно По поводу люминов Я не помню вообще момента Когда я бы ориентировался именно на люмин На люмин я ориентируюсь именно Когда, к примеру, покупаю просто лампу То есть, сравниваю, чтобы по цене И вот по вот этому числу Было что-то более-менее оптимальное Какое-то соотношение Все в аквариуме я никак Опять-таки Потому что информация эта Она недостоверная Производители в большинстве Абсолютных случаев Указывают недостоверную информацию Поэтому я для себя уяснил, что Примерно где-то 0,8 светодиодных ватт на литр И это можно выращивать, в принципе, с притенением Какие-то тенелюбивые растения И яркие растения Там с натяжкой тоже можно выращивать Я, как правило, у себя в аквариумах Ставлю дополнительные патроны То есть, больше, чтобы можно было вкрутить На всякий случай лампу Ну, а дальше вы ставите освещение И смотрите, как у вас будут расти растения То есть, если будут покрываться Все зеленым налетом Скорее всего, у вас будет избыток света Если у вас, наоборот, будут бурым налетом Все покрываться, то в таком случае Как правило, в большинстве случаев Светонедостаток В целом, вот именно так К примеру, я бы рекомендовал выбирать освещение Стоит отдельно сказать про металлогалогеновые лампы Такое освещение используют в основном тогда Когда высота аквариума 60 сантиметров и более Плюс к этому работают металлогалогенки до 15 тысяч часов Выдают хорошую цветопередачу И высокий световой поток в течение всего срока эксплуатации ламп Растения при таком свете чувствуют себя неплохо Но есть и недостатки Использовать такое освещение возможно только на расстоянии От 30 сантиметров до поверхности воды Так как выделяется очень много тепла Не мог я не задать вопрос о выборе света Григорию Владельцу магазина Биобокс Давайте послушаем его рекомендации Гриша, расскажи, пожалуйста, как правильно выбрать свет Для телопрессионных аквариум Аквариум вес аквариумных растений Аквариум небольшим количеством с большим количеством растений И аквариум большим количеством растений Усреднённым Исходя из твоей логики Лампочку слабенькую, лампочку помощнее и лампочку мощнее Давай попробуем разобраться вообще, что бывает в принципе в лампах В чём разница, да? И я просто, это очень долгая тема И чтобы сейчас не загромождать время И вообще как бы не делать отдельный выпуск просвет Хотя может быть когда-то и имеет смысл Просто оговорюсь сразу, что это очень условно И это очень, ну как бы, приблизительно Потому что кроме светильника есть ещё много-много-много разных факторов, которые влияют на рост растений Ну, про лампочки У большинства лампочек есть производителям адресованное количество инакопотребления, светоотдачи И чаще всего, если это аквариумные лампочки, на них пишут либо индекс светопередачи, либо спектральный состав Что такое спектральный состав? Это те самые радуга Каждый аквариум желает знать, где сидит фазан Красный, зелёный, синий, цвета Которые мы видим в совокупности Да Берём любой светильник Здесь мы видим вот эти вот графики Видимую часть спектра Ту, которую мы можем наблюдать, видимую часть спектра Это как раз Каждый охотник желает знать, где сидит фазан То есть вот Ф это начало То есть фиолетовый цвет Потом синий, голубой, зелёный, жёлтый, красный и оранжевый красный Что нужно понимать? Для фотосинтеза растений важнее всего пики на синим и красным Потому что растения растут благодаря фотосинтезу За фотосинтез отличает пигмент хлорофилл Хлорофилл реагирует на некоторые длинные волны, которые как раз располагаются в спектральном диапазоне, где есть синий и красные зоны То есть это 440-470 нанометров и 630-670 нанометров Вот это основные зоны усиленного фотосинтеза и потребления света Но многие думают о том, что вот я сейчас вбуклю какую-нибудь сиреневую вот эту вот ужасную там горосаду томатную И будет у меня красный-синий и всё будет То есть они добавили в пик? Да, да, да Если мы сильно усиляем какой-то один пик и совершенно, как бы сказать, не делаем ставок на остальное, то мы получаем водорослевую вспышку Почему? Потому что здесь я всегда сравниваю, ну, это как бы хорошо представлять на чём-то знакомым Представь, что ты ходишь в спортзал И для того, чтобы нарастить мышечную массу, тебе мало качаться, как обычно, там упражнения какие-то выполнять физически, да? Ты для этого можешь пить коктейли белковые, анаполики жрать, ещё что-то, то есть допинг Какой-то давать допинг для того, чтобы набирать мышечную массу Это хорошо тогда, когда у тебя есть запас прочности своего организма, ты это выдержишь А если растение чахленькое, ты ему допинг даёшь, а у него ресурсов на это нет То есть нет еды, нет СО2, нет ещё чего-нибудь В итоге фотосинтез ты ему провоцируешь, а строительного материала нету для этого фотосинтеза И для того, чтобы биомассу набирать Поэтому в таких случаях получается палка на конца Мы делаем сильный пик на синем и красном Растение не справляется с таким количеством энергии, которое для фотосинтеза им дано И они не успевают всё это употреблять, всю эту энергию И часть излишки этой энергии остается водоросля А водоросли, которые простейшие организмы растительные Для них всё гораздо проще Если высшим растениям нужна диета, сбалансированная диета Нитрат с фосфатом, а не что-то по одному Микроэлементы, железо, ещё что-то, углерод для строительства То водорослям хватает микродоз этих каких-то отдельных компонентов И они растут на всём Соответственно, чтобы не получить водорослую вспышку Нужно выбирать лампочку, которая содержит какой-то более-менее полный солнечный спектр То есть не только синий и красный, но ещё и зелёный, жёлтый и всё остальное И тогда, во-первых, эта картинка приятных глаз с растениями С любыми растениями, будь их мало или много Дальше, если их мало, например, мы можем выбрать лампочку менее мощную То есть, например, она будет с правильным спектральным составом, но не настолько мощная Например, из расчёта 30-40 люмен на литр Если совсем у нас медленный растущий и с невысоким аквариумом, да? Если у нас аквариум с требовательными растениями и светолюбивыми, их много То мы выбираем лампочку помощнее 50-60-70 люмен на литр Да, люмены, которые в обычных лампах Есть разница? Нет, разницы нету Как раз в этом и загвоздка Многие очень новички пытаются понять на что же ориентироваться Раньше, ну, несколько лет назад, когда ещё не было такого бурного развития светодиодов В основном использовались люминесцентные лампы для освещения Более металлогалогенные, либо люминесцентные Вот люминесцентные лампы, они имели одинаковую типовую длину И от этой длины и в зависимости от типа цоколя Т5 или Т8 типовое энергопотребление 24 Вт, там, 26 Вт, там, 18 Вт, 15 Вт и так далее И поэтому акваремисты для удобства привыкли считать в ваттах Потому что типовой размер лампочки означает типовое энергопотребление Какое-то количество ватт Например, там, у меня две Т5-х люмки, там, они потребляют 24 Вт Всё понятно, значит, мне надо там люмин, вернее, ватт рассчитать на литр И понимать, сколько это примерно даёт света Потому что все лампы плюс-минус одинаково светили по мощности То есть количество светоотдачи у люминесцентных ламп было одинаковое Сейчас диоды бывают разные Есть диоды, например, 0,25 Вт СМД, есть 0,5 Вт СМД и так далее Не сделаешь, потому что Что такое ватты? Теперь свет на диодах только свет Нет, дело не в этом, я про другое говорю Сейчас в современном мире рассчитать количество света в ваттах невозможно Потому что ваты для люминов и ваты для люминсцентных ламп И ваты для диодных ламп это совершенно разное количество света То есть диоды потребляют меньше То есть 15-ти ваттный диодный светильник даёт в 4 раза больше, чем 15-ти ваттная люминсцентная лампа Мощность света Понятно, ну хорошо, даже если мы сейчас смотрим по схеме Посмотрите, приходят обычные покупатели У них есть человек, который этим не дали жизнью заниматься Он говорит, что надо посмотреть по схеме Такие вот есть у нас пики Здесь есть аж 3-4 штуки Это разные типы ламп для разных задач Например, вот эта лампочка Это для морской травы Вернее, для морских аквариумов Где-то есть с усилением для фотосинтеза для растительных аквариумов Где-то есть с полным солнечным спектром для нетребовательных растений, для рыбы Ну а конкретно в этой коробке лампа для чего? Конкретно в этой коробке это фулл спектр лампа Вот она написана фулл спектром То есть она рассчитана Из них сложно понять какая А, вот, вот она, вот эта вторая Полный солнечный спектр То есть здесь стоит галочка такая, и здесь, значит, вторую мы смотрим Да Она адаптирована, соответственно, для аквариумов с растениями Но при этом Сколько таких ламп поставить Тут уже задача наша определить, насколько много у нас растений Потому что мощность света Она не менее важна, чем и спектральный состав То есть, получается, для растений Нам нужен, желательно, полный солнечный спектр С небольшими пиками на синем и красном Если аквариум, есть маленькие количества растений, которые лучше есть? Брать тот же самый спектр Либо без красного Либо с красным вместе, но полный солнечный спектр Меньшей мощности То есть лампочка может быть, допустим, жарить там Пятьдесят пять тысяч люмен, да, может выдавать две с половиной пищи Вот, например, вот такая лампочка, которую мы сейчас смотрим Она висит вот здесь На этом аквариуме Ее одной достаточно Она девяносто сантиметров У нее мощности света хватает на то, чтобы этот аквариум Без такой количества Обеспечить Но если мы, например, сделали бы здесь Более прикотливые растения с пушкой потровкой Мы бы просто повесили вторую такую же лампочку Не потому, что там другой спектр А потому, что их вверх было бы в два раза мощнее Количество света больше Понятно, а если аквариумы в России вообще нет? То мы выбираем лампочку с обычным солнечным спектром Какую-то приблизительно среднюю для растений Обычно на них написано «плант» просто Есть ли это? Ну, не знаю, тут Акватик «плант» и «плант» То есть «плант» — это растение, понятно, что для растений Ну, это совсем упрощенно, да, если говорить Да, ну и дальше мы смотрим на количество люменов, которые в этой лампе есть То есть количество света, которое она дает, мощность И уже по этой мощности определяем То есть, если раньше считали по ватам, то сейчас считают по люменам Для средней прихотливой травы Ну, не сильно прихотливой, я имею в виду, да Требуется уровень освещения, чтобы было где-то в районе 40-50 люмен на литр То есть у нас аквариум 100 литров Значит, мы 100 литров умножаем на 40 Получаем 4000 люменов Вот нам лампочка 4000 люменов На 100 литровый аквариум для средней прихотливой травы подходит Либо на 4000 Либо 2 по 2, либо там 3 по 1,5 и так далее и тому подобное То есть мы просто наращиваем мощность света Насчет количества этих ламп или мощности этих ламп Но «Спектр» всегда один и тот же Он должен быть без ярких перекосов на синий и красный, но с небольшими пиками на них Спасибо тебе Было очень интересно Обязательно задумываться с новыми вопросами Я надеюсь Если будут вопросы, я думаю, что твои подписчики Смогут всегда у тебя Выяснить На что же им все-таки ориентироваться И как бы Как развивать свой хобби Главное, чтобы они имели к этому интерес Всем желаю развивать свой интерес Если выбирать аквариумный светильник популярной, давно зарекомендовавшей себя фирмы То стоит обратить внимание на упаковку Чаще всего там все подробно написано Для какого объема, какой размер и прочее Сейчас я хочу вам показать фрагмент с выставки, где я попросил рассказать о светильниках представителя компании «Акваэль» Александра Куримистика Куримистика Всегда, в принципе, в одну тоже стоимость Посмотрите, вот тут вот, в торце Цена этого аквариумного пакета Что? 20 рублей 20 рублей 20 рублей, да Вспомните, какие были тогда зарплаты В советских рублях Вообще этот светильник, вот он у нас Может управляться цена аэрацией, освещением, фильтром и так далее Здесь две розетки, здесь и стресс В общем, отличная такая настоящая вещь, но до сих пор работает Там нечему ломаться Стандартные настройки Я думаю, что надо к ним подойти поближе, да? Да Ну, не больше Ну, известно, что мы можем сделать Мы можем выставить Солнечный день Ну, вот А, все, нормально, конечно Солнечный день Можно выставить на морской аквариум И регулировать каждый канал в отдельности Можем меньше белого, больше красного Нет Брать совсем Вот, соответственно Камера не передает Давайте еще поиграем Давайте еще поиграем Что еще интересного у него есть? Можно добавить в него время включения и промежуток восхода и заката То есть, сколько будет настраивать по дням недели Можно настраивать время включения, продолжительность рассвета, продолжительность заката День недели, спектр, да? И каждый канал в отдельности Сколько будет стоить такой АОС? Ну, это сложно сказать Поскольку в Польше он уже продается Но, насколько мне известно, на русские рубли С польских это получается 12-14 тысяч На 100 литровый аквариум? Здесь 36 ватт 36 ватт Ну и, соответственно Вот, мое личное мнение Считать ватты на литр освещения Это совсем неправильно Ну, то есть, вот у нас есть лампочка накаливания на 60 ватт И сравнить с этими потолками, которые выдает, допустим, металлогалогеновый прожектор На 60 ватт Их не бывает на 50 ватт, да? Земля и небо Светодиоды, разумеется, у нас совершенно по другому раку Ну, а как же тогда выбирать свет? На что ориентироваться при выборе? Честно, я ориентируюсь на растения То есть, вот лучший индикатор недостаточности или, как бы, недостатка или избытка освещения Это растения Мы смотрим на общее состояние аквариума Выбирать по люменам, но... Ну, это тоже Это очень странно Поскольку у каждого изготовителя техники свои светодиоды, да? Своя техника То есть, нужно быть либо совсем профи в оптике, в электрике и, соответственно, иметь профессиональное оборудование Либо доверяться каким-то уже общепринятым, да, расчетам, там, люминолитр Либо, опять же, брать классические университетские методички Смотреть нормы освещения в природе, да, эти все данные доступны Но это нужно читать зарубежные статьи Либо разбираться в фенологии, соответственно, иметь какое-то представление о том, как вообще растения растут в природе и что-нибудь для этого надо Поэтому мы считаем, в принципе, расчет этот люмин на литр как наименее некорректный Я не могу сказать, что это более корректно, а могу сказать, что это наименее некорректный способ Опять же, сугубо мое мнение Смотри, в чем проблема, приходит человек, завел себе аквариум, он говорит, что нужно купить освещение Он приходит в магазин, и в итоге, получается, ни на что на коробке ориентироваться нельзя Только брать и методом тыка использовать Скажем так, если мы говорим о потребителе, широком потребителе, который вот поставь и будет тебе счастье То опытным путем у нас есть, разумеется, написано, для какого объема, какой светильник Светильник А, вот этот светильник у нас есть Все, наверное, по-моему, леди смарты Они подходят на аквариум до 60 литров Но это для аквариума со средним наполнением То есть там, разумеется, под таким светом не будут расти еще покровки требовательные Те же там, допустим, настибелька красная То есть нужно что-то помощнее Для широкого круга покупателей, да, у нас можно поставить рекомендуем Вот у нас есть светильник, пойдемте на них сразу посмотрим Естественно, были просьбы печатать на упаковках вот эти все дела Люмины, да, печатать диаграммы с пиками спектров Поэтому все это сейчас, это для националов Вот это так, светильник, это, блядя Слимдуо Здесь двойной в корпусе спектр Линейка Сани и линейка Плант Плант белые, красные и синие светодиоды Конкретно этот светильник 10-ваттный Хорошо себя показывает на аквариуме 60 литров Если у меня был травник на таком светильнике Ну, небольшая, 60 литров, это не очень много А на упаковке не указано, да? На упаковке не указано 60 литров? Тут размеры, они по размерам поможут Где, где, где размер? Вот, а, вот он размер Да, есть одна маленькая история Люди очень часто спрашивают У нас спектр Плант Они приходят и говорят А вот на коробке указано А не горят половина красных светодиодов На самой лампе есть наклейка Белая наклейка с красными буквами Что в светильниках встроена система самовосстановления Что это значит? Каждый второй красный светодиод не горит Если перегорает ведущий светодиод, то включается запасной Это продлевает срок службы, да? И различные критические моменты тоже позволяют снизить Это не брак Это не поломка Это нормальная предустановленная функция в эти светильники Но, как у нас обычно делают люди, да? Открываем коробку, инструкция сразу идет в помойку Кто читает инструкцию? Откровенно говоря, я инструкцию тоже не читаю То есть, несмотря на то, что как бы Когда появляется какая-то новинка Я тоже пытаюсь представить себя на месте человека Который хочет просто себе купить и больше ни о чем не думает То есть, открываю и пытаюсь сделать так, как есть Значит, свет у нас много разного на разные цели То есть, от леди тюбов, что вообще уникальная штука Мне очень нравится тем, что они устанавливаются в любой аквариум с крышкой Они сделаны под замену лампам Т8 и Т5 Они достаточно давно Вот эта сокровенная белая бумажка наклеенная, да? Значит, что у нас в комплекте? В комплекте идет сама лампа в стеклянном корпусе Ее можно уронить в воду Ее можно на некоторое время держать под водой Не рекомендуйте использовать как водную подсветку То есть, по моей практике Можно, в гарантии этого нет То есть, производитель не гарантирует Можно, но не стоит В комплекте у нас идут адаптеры Это самая интересная и самая вкусная часть Если бы это был просто стадиодный светильник, такого бы интереса не было Вот такой вот патрон С зажимным кольцом Надевая вот На... Если он свободно гуляет И дальше просто зажимаем Дальше он, собственно, уже... Может, что-то уже зажать Дальше мы смотрим на то, какие лампы были установлены у нас в аквариуме до этого Если у нас патрон Т-восьмой Да, мы ставим, собственно, Т-восьмой патрон Если Т-пятый, ставим Т-пятый А эти контакты не питают эту лампу Это просто для крепления в патроне Для особо сложных ситуаций Когда в аквариуме нет вообще никаких патронов Есть дырочка под саморез Наши старые аквариумы Компетовались уминисцентными лампами Которые прикручивались на... Как раз на винт Поэтому это оставили Как бы просто... Из-за того, что у нас народ любит Различные самоделки Доделки И так далее Все это осталось на всякий случай Если светильника у аквариумной крышки Нет ни патронов, ни самореза, ничего Допустим, это просто стеклянное... Близ стекла, да? Можно на присоске На вот эти вот Но это надо побить уже отдельно На 60 сантиметров Цена приблизительная Ой, это зависит от региона Сейчас по ценам Я думаю, что надо будет регионального представителя Москвы спросить У нас сейчас у нас не водится Не будем дергать Не будем дергать Значит, а длины лампы Очень много, интересно, у нас этих моделей И если человек забыл, какой длины ему нужна лампа Вот здесь есть таблица Значит, ваты Эминсцентная Значит, длина этой лампы И аналоги Т5 и Т8 То есть просто приходим, смотрим таблицу То есть приходит человек и говорит, типа Мне нужна новая лампа, у меня сгорела Т5 Он говорит, а какой длины у вас была лампа? Я не помню А аквариум какой длины? Я не помню А ваты-то какие вы покупали? Ну, я покупал на 25 ватт Т5 лампу Значит, смотрим 25 ватт 742 миллиметра И, соответственно, это 16-ти ваттная лампа Retrofit Все удобно, все для людей Спектра у нас есть, соответственно, сани, плант, марин и актиник Актиник это у нас, разумеется, для, как и марин, для моря Актиник это для роста кораллов Марин, это пронзительный белый свет 10 тысяч Это тоже вот написано 10 тысяч кельвинов Вот световая температура И полторы тысячи лампу И полторы тысячи лампу У дизайнерских аквариумов для открытого типа У нас есть Lady Slim Dua и просто Lady Slim Можем подойти вот к тому аквариуму Я вам его сейчас покажу Соответственно, вот Не обратите внимание, что здесь 16 ватт, да, на этот объем Это очень много, это демонстрационно Понятно, что под 16 ваттами это все очень быстро зацветет Значит, ножки у нас раздвигаются То есть мы можем регулировать длину Как нам угодно Если стекло у нас толстое, здесь есть специальные Стекло тоньше, чем здесь, да, есть специальные насадки, которые уменьшают зазор То есть можно стоять на стекло разной толщины Высота не регулируется? Высота нет, высота не регулируется Но Мне очень интересно, какое освещение для аквариумов будет использоваться лет так через 20 У вас есть догадки? Если да, то обязательно напишите об этом Возможно, именно ваш комментарий будет пророчеством А пока на этом все До новых встреч в новых видео на канале ПАР Субтитры создавал DimaTorzok